Истории из жизни Уроки первой влюблённости Тогда, в свои неполные 15 лет, я часто задавалась этим вопросом. Объект моей любви был для меня героем во всех отношениях. Я представляла его абсолютно идеальным, а сама себе казалась неуклюжей, слегка полноватой. Куда мне до него? Я страдала жутко, и чем чаще случались наши встречи, тем больнее мне было. Ночами я плакала и молила Бога о том, чтобы жить рядом с этим человеком, а наяву я часами могла стоять около окна и ждать, когда он пройдёт мимо, чтобы хотя бы секундой насладиться его появлением. На нашей улице все ребята и девчонки знали о моей большой любви к нему. Мне трудно судить о том, как они к этому относились, ведь они-то знали этого человека со своей стороны и знали, что он далеко не герой грустной истории под названием влюблённость. Появление рядом с ним новой пассии было для меня каждый раз как гром среди ясного неба. Я смотрела на этих девушек и задавалась одним единственным вопросом – ну чем она лучше меня? И не находила ответа. Наверное, он вскоре узнал от кого-то о моих чувствах. Но встречаться с почти ещё ребёнком – ведь он был старше меня на шесть лет. И если сейчас это кажется для меня небольшой разницей, то на тот момент она была весомой. Всё же он стал оказывать мне знаки внимания. Мы иногда виделись в компаниях. Раз на Новый год он пришёл ко мне с подарком – большой коробкой, перевязанной лентами. Я стояла в подъезде и чуть не плакала от радости. Для меня это было великим счастьем. Потом я услышала от ребят. Ну что, дождалась наконец-то? «Почему-то так неприятно» – прозвучала эта фраза в их устах. Разве любви нужно ждать от человека как подаяние, как проявление жалости? Он приходил ко мне вечерами. Мы стояли в подъезде и разговаривали. Точнее, говорил он, рассказывал о себе. Ну а что я могла сказать? Я лишь слушала его с замиранием сердца и всё пыталась продлить минуты нашей встречи. Я не смела сказать при нём что-то. Все мои слова и рассказы казались глупыми и ненужными. А потом я заходила в дом, в свою комнату. Я пыталась мысленно воссоздать каждую минуту наедине с ним. В глубине души я понимала, что всё это не всерьёз. И от этого становилось ещё больнее. Казалось бы, нужно радоваться. Ведь чего я хотела, того и добилась. Он был рядом. Просто рядом. А мне было этого уже мало. Хотелось большего. Хотелось, чтобы он испытывал те же чувства ко мне, что и я к нему. Но я понимала, что это невозможно. Он на тот момент уже был взрослым человеком в свои двадцать лет. А я ещё девчонка совсем. И всё это наваливалось на меня снежным комом, из которого всё труднее было выбираться. Я впадала в отчаяние. Бессонными ночами я писала стихи. Я не чувствовала себя наполненной чувством радости. Наши свидания заканчивались для меня ощущением, что это последняя встреча. Любовь не может жить рядом с чувством страха потери этого человека. Сейчас я это понимаю. Чувство страха, что всё это в последний раз, не давало мне покоя. Многие мои многострадальные стихи появились именно в эту пору. Где-то через месяц он перестал ходить. Я каждый вечер ждала его появления. Но его всё не было. Сейчас я понимаю, почему это произошло. Что на тот момент я могла дать этому человеку? Ничего. Я ещё не была личностью. Мне нечего было отдавать. Любые отношения долго не просуществуют, если нет взаимоотдачи. Я говорю не только о любви. Чтобы брать, надо научиться отдавать. Научиться сначала самому дарить любовь. А я не смела даже что-то сказать. Я не была уверена в себе. Мне нечем было гордиться. Я понимаю, что на тот момент я не готова была к настоящему чувству. И чтобы понять, осознать всё это, мне необходимо было через всё это пройти. Я благодарна этому человеку, потому что у него хватило мудрости не начинать каких-либо отношений со мной. Тогда это мне казалось катастрофой. Но именно он и поспособствовал тому, что настоящей катастрофы не случилось. Прошли годы. Я выросла. От былой влюблённости не осталось и следа. Сейчас, с высоты приобретённого опыта, я понимаю, что тот идеальный образ – лишь плод моей фантазии. Этих качеств, за которые я так хотела его ценить, в этом человеке никогда не было. Все мои мечтания отразились в нём одном. Это то же самое, что и любовь к кумиру. Мы настолько стараемся идеализировать данного человека, что приравниваем его к Богу. Но мы забываем о том, что он такой же, как и мы. Он так же грешен, так же склонен к ошибкам, у него такие же физиологические потребности. Просто юноши и девушки ещё не столь далеки от прочитанных в детстве сказок. И на интуитивном уровне ищут принцесс и принцев, что далеко от жизни реальной. Неразделённая любовь заставляет человека становиться взрослым, глядеть трезво на многие жизненные ситуации. Приходит первый опыт отношений и личностных переживаний. И здесь важно направить эмоции и чувства в нужное русло. Чаще всего объектом для реализации может послужить творчество. Нередко эмоции находят своё воплощение в стихах, прозе. Кто-то ведёт дневник, а кто-то изображает свои чувства красками. Любовь — это и вдохновение. Отдавать миру частичку себя в искусстве. И, быть может, неразделённая любовь поможет проявиться таланту. Нечто подобное произошло со мной. Я страдала, страдала, и в один прекрасный момент поняла, что все мои эмоции, чувства, переживания я больше не могу удержать в себе. Я начала писать стихи о нём. Грустные новеллы. Описывала свои чувства в личном дневнике. Даже опубликовала некоторые произведения в нашей местной газете. Я поняла, что творчество — это то, чем я могу заниматься. Мои страдания стали переноситься легче. Я стала реализовывать себя. Более того, сейчас я студентка историко-филологического факультета. Литература теперь — часть моей специальности. И, оглядываясь назад, в прошлое, я даже благодарна моей первой неразделённой любви. Благодаря этому человеку я нашла себя. У меня никогда не было к нему чувства ненависти, обиды. Нет. Всё это ушло. Я научилась прощать поражение, прежде всего себе. Училась понимать других людей и их чувства. Неразделённая любовь для многих является синонимом несчастная, но отчасти мы сами делаем её такой. Любовь, в принципе, — это великий дар. И какое счастье, что Бог дал нам такую возможность любить. Любить искренне и со всей душой. Берегите это чувство, ведь это способность стать, рано или поздно, по-настоящему счастливым человеком со своей второй половиной. Юлия Пономарёва Субтитры создавал DimaTorzok